Эту кнопочку получаем возврат на меню. Ну, давайте проверим еще вот эту кнопочку возврат в главное меню. Получаем главное меню. То есть у нас все правильно выполнено. Закрываем окно просмотра. И теперь переходим во вкладку Build. В данной вкладке мы будем настраивать наш DVD-диск. Значит, для начала, для того, чтобы записать DVD-диск, нам необходимо нажать кнопку Check Project. Мы нажимаем на эту кнопку. Видим, что здесь стоят все галочки. То есть это то, что мы должны были проверить. Нам необходимо проверить, правильно ли мы сделали связи, правильно ли мы настроили наше меню. И для того, чтобы программа самостоятельно, автоматически проверила это, мы нажимаем на кнопку Start. Вот в этом окне ничего не должно появиться. У нас программа не, все-таки не лицензионная, а из каких-то других источников, или просто с ошибками, может быть, программа. Я не советую вот эту ошибку исправлять. Что это такое? Эта программа нас просит поставить после проигрывания всего фильма, в конце фильма, она просит нас поставить возврат на меню. Мы этого не будем делать, поскольку, если мы исправим эту ошибку, часто возникают другие ошибки, уже настоящие. И на нашем диске, который мы запишем, могут испортиться связи. То есть связи будут прогоняться с ошибками. Например, будут идти фильмы, и зацикливаться будет в каком-то определенном месте. То есть вы можете просто испортить диски. Например, 16 штук, как это сделала я, не зная о том, что эту ошибку желательно не исправлять. Поэтому, если мы видим здесь эту ошибку, пусть она остается, ничего мы с ней не делаем. Это даже хорошо, что она есть. Больше ничего нам не нужно, значит, все хорошо. Больше никаких претензий программа не показывает нам. Мы выполнили все правильно. Дальше нам необходимо будет выбрать здесь. Ну, здесь у нас DVD, потому что мы и так настраивали DVD в самом начале проекта. Здесь мы выбираем DVD-диск, потому что мы будем записывать, авторить на диск. Но мы можем также и записать, например, просто в файл. У меня это ни разу не получилось пока. Программа выдает какие-то непонятные ошибки. Возможно, тоже потому что она криво стоит. Но если она будет у вас правильно стоять, то DVD-фолдер означает, что мы можем сначала не на диск вывести, а просто пережать в формат WAP, а потом уже в другую программу записать на DVD-диск. То есть это не принципиально. Данная программа Adobe Encore считается одной из самых лучших в записи и авторинге, поэтому я использую ее. В следующей графе мы ничего не изменяем. Оставляем все по умолчанию. Вот здесь у нас показывается наш диск, который у нас будет записываться. Что касается вот этой графы, то здесь как раз и показывается количество занятого пространства на нашем диске. Вот здесь есть такая зелененькая полосочка. Если эту зелененькую полосочку вам не видно, например, она зашкаливает, или она стоит вот прямо здесь с краю, это означает, что проект выбран неверно, и мы должны сократить наше пространство, уменьшить размер меню, или, например, изменить размер основного файла, чтобы здесь вот у нас было не больше 4,3 гигабайта должно быть, потому что вот эта часть должна обязательно оставаться свободной. Тогда у нас все правильно запишется, все будет хорошо. В данном случае у нас все прекрасно выбрано, ничего нигде не зашкаливает. Если здесь зашкаливает, то мы можем вновь перейти в настройки, файл, проект сеттинг, вновь, вот видите, то, что я говорила, здесь изменить ничего уже нельзя, вот эта пал у нас уже не горит, эта строчка, вот поэтому думайте об этом сразу. Нажимаем на вот эту вкладочку, и здесь можем просто уменьшить наши биты, то есть, например, сделать 6. И здесь Dolby Digital самый меньше всего занимает место, но если у вас было, например, ПЦМ, волновая форма, вы можете выбрать 5,1, и тогда меньшее место займет ваше занятое пространство. В данном случае мы нажимаем ОК, что в данном случае у нас ничего не изменилось, 4,24 так и осталось, да? Вот, но если вы поменяете, например, файл, проект сеттинг, поменяете, например, звук, то это уже будет наглядно очень сильно. Например, ПЦМ сейчас поставим, и увидим, сколько места у нас сразу окажется. Смотрите, 5 и 13, то есть у нас зашкаливает аж туда. Все. Мы не сможем просто-напросто записать, и сейчас программа нам покажет, что у нас огромнейшая ошибка. Вот, например, мы нажмем и проверим. Она показывает у вас огромная ошибка, что на диск этот файл записать нереально. Поэтому, когда вы начинаете, хотя бы даже только закинули Project в ваш файл, вы лучше сразу проверьте, достаточно ли вам места. Нажмите сюда и проверьте, хватает ли вам места для того, чтобы еще делать меню. Если нет, то нет смысла создавать меню, потому что вы потратите время, но потом опять будете создавать новый проект, изменять ваши основные файлы. То есть лучше сразу это проверить. Итак, мы меняем заново файл Project, как и было у нас в нашем настройке, как и было. Здесь у нас было 9 Мбит, потому что в данном случае мы так посчитали калькулятором. Dolby Digital, OK. И видим, что у нас все стало на свои места, все хорошо. Теперь... Дальше что мы делаем? Эти графы все пропускаем, доходим до функции Copy Protection. Что это означает? Это разрешение на копирование данного диска. То есть если мы оставим вот эту графу, то мы разрешаем, то есть Unlimited не имеет ограничений в копировании данного диска. Но мы так не хотим, потому что мы коммерчески подходим к нашему проекту, поэтому мы либо выбираем No Copies, что это означает, что мы сможем из проекта прогонять наши диски, другой никто копировать диск не сможет. Либо выбираем One Copies, чтобы мы смогли сделать, например, одну копию, а другие уже не смогли. One Copies ставится для того, чтобы сделать копию либо для себя, либо для других, но тем не менее это опасно, поскольку, сделав копию, копию мы уже закрыть, наверное, не сможем. Но это облегчает нам выводить диск не с этого, например, ноутбука, где очень хороший DVD-привод, а с другого какого-нибудь, который вам менее жалко, который легко заменить, например, на статичном компьютере. Поэтому это уже выбор за нами. В данном случае мы нажмем No Copy. У нас немного дисков, всего один или два. И нажмем On, то есть включить данное правило, после чего мы уже будем нажимать на кнопочку Build, и у нас пойдет запись. В данном случае просто нет у нас диска, поэтому нам бесполезно нажимать ее. мы просто-напросто ничего не получим в результате. Для того, чтобы наш проект сохранился, и вдруг мы захотим после этого еще раз записать данный диск, мы, естественно, нажимаем на клавиатуре Ctrl-S и сохраняем весь проект. лучше сохраняться чаще в течение всего созданного проекта, чтобы у нас никогда не было проблем. На этом мы закончили создание нашего меню, подготовленного заранее. На следующем уроке мы будем создавать как раз начальную стадию, то есть в фотошопе будем создавать самые-самые начальные моменты в меню, то есть это как создать саму кнопку, как создать, например, вот эти вот, чтобы все моргало, маркеры, вот, как создать, например, иконочки, как получить вот это все, и как настраивать, например, в библиотеке, которая находится в Adobe Encore, как настраивать заготовленные менюшки, то есть они, здесь уже есть шаблоны, и мы тоже научимся их делать. Ну, а на этом все. Удачи!